Четыре раза в неделю эта неприметная машина превращается в настоящий храм знаний. Внутри нее скрываются сотни интересных книг и журналов. Библиобус обслуживает Гродненский район с 2015 года. И каждую поездку по деревням сотрудники культурно-информационного центра стараются как можно больше людей вдохновить на чтение. Вот это наш библиобус. Здесь приходят наши читатели. Спереди мы просто сидим и обзваниваем наших читателей, чтобы они приходили к нашим, так сказать, пунктам назначения, где мы останавливаемся, и сюда они приходят и выбирают наши книжки. Также сегодня мы берем с собой выставку, посвященную 80-летию образования Гродненской области. Мы эту выставку погружаем в наш багажник, и когда приезжаем на место, мы ее расставляем для наших читателей. Когда все книги и журналы загружены в машину, а это около 400 изданий, библиобус отправляется в дорогу. В пути сотрудники также заняты делом. Здравствуйте, Иван Михайлович. Это передвижная библиотека. А мы уже едем к вам. Будете? Все хорошо, спасибо большое. Ждем вас. Первая остановка – деревня Стриевка. Всего библиобус ездит по 13 маршрутам. За раз привозит книги сразу в несколько деревень. И везде эту машину очень ждут. За 2023 год сотрудники Гродненского районного культурно-информационного центра обслужили более 1100 читателей и выдали около 20 тысяч книг и журналов. Обслуживаем мы 56 пунктов. В летний период мы ездим в детские лагеря «Юность» и «Сузорье». Туда приезжаем мы к детишкам не только с книгами и журналами, но и также с различными мероприятиями для них. Также мы обслуживаем два дома-интерната для престарелых и инвалидов в деревнях «Пышках» и «Белая болота». В «Пышках» у нас есть постояльцы, читатели, которые имеют инвалидность по зрению. И мы им привозим журналы шрифтом Брайля. Сотрудники культурно-информационного центра стараются каждый свой приезд сделать особенным. Для поздравления читателей с Новым годом привлекают гродненских артистов. А совместно с Белорусским Союзом женщин провели акцию, посвященную подвигам времен Великой Отечественной войны. Не обошлось без интерактива и в этот раз. Мы разделили их для мужчин и для женщин. Вы не знаете, какую книгу вы возьмете. Вы выбираете. Возможно, вам понравится какой-то новый автор, вам попадется, и вам понравится, и в следующий раз вы возьмете это почитать. Так что вы можете поучаствовать, выбирать любую с родственным. Для женщин с синеньким вопросиком для мужчин наших. Так что выбирайте. Я понимаю, акции, значит, две так, а одна бесплатно. А у нас всегда все бесплатно. Я беру в основную историческую литературу. Потому что очень интересно. Взяла про Александра Второго, не помню, как называется. О, и что там я узнала. Мне больше, конечно, женская кулинария. Ну, и что-то про любовь, конечно, уже подсказывает. Потому что иногда меня нету, я его прошу, что что-то я где-то отлучилась, что ты где-то и меня подмени, что-то мне возьми интересно. Ну, в общем, конечно, очень удобно. Мы довольны. Особенно длинные вечера будут. Сейчас зимы будут начнутся, и все, вот этот еще период кончится, этот теплый. И будем сидеть с книгами. Девочки прекрасно работают. Мы даже им заявки даем, когда нам книги какие-то понравились. Девочки нам вот эти книжки, пожалуйста, привозят. Разыскивают, каким путем они. Что бы мы делали, я не знаю. Но мы вот... Они нас выручают здорово. Особенно зимой. Делать нечего. И приходится нам на них только надежда. В следующей деревне, Лакно, к библиобусу также активно спешат местные жители. Для них уже подобраны лучшие книги. Сотрудники знают вкусы своих читателей. Женщинам – романы «Вильмант» и «Стилл» и иронические детективы «Донцовой» и «Луганцевой». Мужчинам – детективы «Колочева», «Воронина» и «Чергенца». А детям – развивающие журналы и книги из школьной программы. Люблю читать. Если интересна книжка, запоем. От начала до конца могу целую ночь не выпустить звук. Взрослые сказки. Уже я сегодня не взяла. Тут девчата уже все перечитала и все, что можно. Поэтому беру такие. Ну, детективы интересно что-то там. Там же тоже жизнь. И любовь, и убийство, и все, что хочешь. Люблю читать вообще детективы. Ну, вот и сериалы про то же такое смотрю. Вот именно что-то вот детективы. Либо магия фэнтези очень люблю тоже. Там эти эльфы, вампиры, драконы. Вот такая вот фантастика. Ну, и выбрала тоже вот детектив почитать. Когда мы приезжаем, мы видим радость в глазах. То, что это им нужно. А когда ты видишь человека, которому ты приезжаешь с чем-то, и он благодарен, это всегда очень откликается и у нас в душе. Они часто нам что-нибудь, то я благодарю, знаете, как в огородах. Вот это вот все, что у них есть, они всегда благодарны нам. Что-нибудь пытаются преподнести, скажут слова благодарности. Лакно – только второй пункт маршрута. Библиобус отправляется дальше. В других деревнях его уже ждут активные читатели.